Трудовые пенсии повысились на 6,6%. Прибавка существенная и превышает уровень инфляции за прошлый 2019 год. Пенсионнофонде подсчитали и среднюю величину индексации в денежном выражении. В результате индексации стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента составляет 93 рубля. Фиксированная выплата составляет 5686 рублей 25 копеек. Если средний размер страховой пенсии по старости составлял 15 025 рублей, то в результате индексации средний размер увеличился до 16 017 рублей. То есть размер увеличения пенсии в результате индексации порядка 1000 рублей. Индексации подлежат все страховые пенсии, независимо от факта работы пенсионера. При этом у работающих пенсионеров это повышение фиксируется на лицевом счете. Но выплата пенсии осуществляется без учета суммы индексации. Увидеть эту разницу пенсионер может зайдя в свой личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России. Случай оставления работы выплата пенсии с учетом всех прошедших индексаций осуществляется с 1 числа месяца следующего за месяцем увольнения. Однако следует учитывать сроки предоставления отчетности страхователями, а также сроки поступления сведений о прекращении работы на индивидуальные лицевые счета застрахованных лиц. Это время порядка трех месяцев. То есть выплата начинается на четвертый месяц с доплатой за три предыдущих месяца. Обращаем внимание, что никаких заявлений на индексацию подавать не требуется. Размеры пенсионных выплат будут пересчитаны автоматически. И еще. С 1 января 2020 года возраст выхода на пенсию составит 61 год у мужчин и 56 лет у женщин. Таким образом, на пенсию в 2020 году смогут выйти мужчины 1959 года рождения и женщины, родившиеся в 1964. Галина Ирина, Павел Желтиков, Ленинск ТВ.